МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никогда не поздно изменить свою жизнь, начать заниматься тем, что по-настоящему нравится, и получать удовольствие от каждого прожитого мгновения. Ведь цифры в паспорте – это не повод хранить свои мечты. Это всего лишь кем-то выдуманные рамки. Возраст – не помеха для того, чтобы проявлять себя. Есть множество людей, которые своим примером доказали это всему миру. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В крохотном селе Птичьем Красноармейского района живет 53-летний чемпион мира по гиревому спорту. Иван Михайлович Бутрий на собственном опыте знает – успехов можно добиться в любом возрасте. Профессионально заниматься гиревым спортом он стал всего 10 лет назад. Кто-то в 40 лет навешивает на себя ярлык. «Я слишком стар для этого». А Иван Бутрий наоборот – только начал делать первые шаги на пути к большим достижениям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомство будущего чемпиона и гири случилось давно. Это было еще в армейские годы, когда Иван Михайлович служил в Венгрии. Первый раз я там взял гирю 32 килограмма. Просто попробовать. Я до этого никогда в жизни не брал гирю в руки. До армии вообще не брал. Там ребята вечером уже, когда готовятся к завтрашнему дню, кто подшивает подворотнички, кто чистит сапоги на завтра. Ну, каждый занимается своим делом. И Лен комната, и там у нас была гиря 32 килограмма. И каждый желающий подходил, брал эту гирю и поднимал. Я подошел, попробовал ее поднять. Я ее три раза поднял первый раз. Больше не смог. Первый раз вообще. Потом я стал наращивать. Ну, это уже понравилось. Я уже не мог. Приходишь после учебы, это учебка же была. Приходим там, я в танках войска служил, механик-водитель. Там у нас все время тренировки, там, ну, как в армии. И вечером ждешь, когда придет вечер, чтобы взять гирю и опять поподнимать. Через полгода солдату удается поднять 32-килограммовую гирю уже не три раза, а 30. Так, начиная с юношеских лет и до зрелого возраста, Бутри занимается гиревым спортом просто для себя. Пока в один прекрасный момент не узнает, что его коллеги по работе недавно вернулись с соревнований. Я работаю на шахте «Россия». И там приехали ребята с нашего участка, и они говорят, да вот ездили на соревнования. А я спросил, а куда вы ездили на соревнования? Они говорят, да вот в Луганской области, там, в Равеньках были соревнования. А что там было? Они говорят, ну, там были армспорт, теннис, волейбол, баскетбол, гири. Я говорю, стоп, говорят, с этого места поподробнее, как это гири были, а я и даже не знал. Просто там у них как своя команда уже была. Они говорят, были гири, 24 килограмма, там упражнение, рывок, 10 минут. Ну, я этим так, в принципе, не увлекался. Я рывком просто дома на любительском уровне поднимал в свободное время, когда получалось, когда не получалось. А потом говорю, я тоже хочу поехать. Иван Бутрей отправился прямиком к председателю профсоюза и рассказал о своем желании присоединиться к команде шахтных гиревиков. Он на меня посмотрел, говорит, ну, так, с ног до головы, да ну, что ты поднимаешь, вроде бы уже и возраст уже такой. Однако Иван Михайлович не сдался. Для того, чтобы отправиться на соревнования, Бутрию нужно было пройти отборочный этап. Я готовился уже к этим отборочным. Поехал я первый раз на эти отборочные. Там гиря была, Армспорт. И был там у меня соперник такой, я его обошел на одну очко. Я вырвал 90 раз, а он 89. То есть я завоевал право поехать на эти соревнования. Я поехал так первый раз на эти соревнования. И это меня так втянуло, понравилось. И вот с тех пор я начал наращивать свои результаты. Ну, сейчас добиваюсь, стараюсь, конечно, прогрессировать, насколько это получается. На первых соревнованиях из-за неопытности потерпел фиаско. Но поражение не сказалось на стремлении Ивана Бутрия добиваться успехов в этом спорте. Придавала уверенности и поддержка семьи. Супруга Ольга поддерживает мужа всегда. И во время тяжких тренировок, и в радостные минуты побед на соревнованиях. Не всегда, но езжу, потому что я работаю. А когда есть у меня время, есть выходные, я с ним езжу вместе. 2015 год выдался для Ивана Бутрия особенно плодотворным. Гиревик стал двукратным чемпионом Украины среди ветеранов и получил право в составе сборной страны выступать на чемпионате мира в Словении. За 10 минут в рывке Иван Бутрий поднял гирю весом 24 килограмма 162 раза, а в толчке 63. Этот результат принес победу, и он стал чемпионом мира среди ветеранов. Сначала не верил сам себе. Потом, конечно, когда уже приходишь в себя, когда становишься на педестал, когда тебя награждают и все фотографируют. Там была местная пресса, и со всех сторон, во всех ракурсах победители фотографируют. Это было непередаваемо. Ради этого стоит заниматься этим спортом. И вообще спортом, не только этим. Все твои труды, ты видишь, что это все не напрасно. Все вот эти твои... Это ж и мазолей сдираешь во время тренировок до крови. Ну, всякое бывает. А когда это происходит на таких, такого уровня соревнованиях, там ты не замечаешь ни боли, ничего. Там уже, да, там такие прям лохмоти с ладошки летят. Но ничего ради этого стоит. На предприятии, где работает Будрий, гиревой спорт – один из самых популярных. И благодаря успехам гиревиков, шахта занимает одно из первых мест на межотростливых соревнованиях. А в будущем, благодаря достижению Ивана Михайловича, надеются улучшить свои позиции. Чемпионов всегда встречают радостно и радуются успехам. Ну, это как бы зернышко того, что стремление нашей молодежи к этим успехам, что старики, но я их не называю стариками, что они дают пример молодежи, что нужно на кого равняться. Что даже после работы надо заниматься спортом. Будрий – первый из работников шахты, сумевший завоевать титул чемпиона мира. И это при том, что врачи вообще не рекомендуют Ивану Михайловичу заниматься спортом. 9 декабря 2011 года Иван Михайлович считает своим вторым днем рождения. В тот день на работе он получил тяжелую травму. При демонтаже лавы там получилось так, что поправляли секцию, лопнуло кольцо, сверху упало, а по голове ударило. Вот так вот получил травму. Травма была серьезная, потому что делали трепанацию черепа, удалили кость черепную 6 на 4. В итоге третья группа инвалидности. Ивану Михайловичу пришлось перейти работать на поверхность и переквалифицироваться из ГРОЗа в электрослесаря. Эта система наша ПАС, где я работаю на этом участке, она производит контроль датчики, которые стоят в шахте, стоят на поверхности шахты. Они производят контроль работы шахтного оборудования, горных машин, контроль грудничной атмосферы. Но спорт он не бросил, даже после травмы. Я соревнуюсь, в которых нет инвалидности. Это лишний раз доказывает, что не надо списывать все на инвалидность, надо добиваться успеха, надо дерзать. Трудолюбивые, напористые. Если сказал, подыму, значит подыму. Иван Бутрей тренируется 4 раза в неделю. Спорт помогает ему чувствовать себя бодро. Причем настолько, что он умудряется составлять конкуренцию спортсменам не только своей возрастной категории. Недавно гиревик обошел молодых на соревнованиях Харьковского университета воздушных сил. Не было там ветеранов, конечно. Ребята 99-98 год. Я самый старший, мне 53. Из них 6 помостов всем. И стоять с ними на одних помостах как-то не смотрятся. Пацаны молодые все, конечно. Но тем не менее, в толчке я проиграл всем. Я 63 толкнул. Они там 90 за 100 потолкали. Но еще был шанс рывок. Рывок, я так слушаю, что они там между собой разговаривают. Один там говорит, у меня рывок слабый. Ну, думаю, это уже есть какие-то у меня шансы какой-то победить. В рывке я вырвал третье место. Недавно увлекся еще одним спортивным направлением – армрестлингом. А так как в селе нет спортивного зала, решил сам соорудить тренажер для того, чтобы качать руки. Ну, станок вот сварил с уголка такой стол. Потом, думал, достал вот такой блочочек. Туда, в этот блочок, сделал подшипник. Мне токарь его туда запрессовал. Здесь еще рулечек есть, канатик. Ну, внизу железяку я подцепил, там было килограмм 10 у меня, но она такая легкая. А сейчас такая килограмм она под 30. Сварил ручку такую, здесь вот трубочка, чтобы она ходила сюда, чтобы ты не натирал ладошечку. И можно делать различные упражнения для того, чтобы накачивать для этого вида спорта руку свою. То есть можно делать вот так, можно делать вот так, то есть для борьбы там разные. Левой, правой. Своими сильными руками Бутрий делает еще и подделки для того, чтобы украсить двор своего дома. В огороде у гиревика обитают лебеди, слоны, ярко светит улыбчивое солнце. Все это его творчество. Это улегся просто, проезжаешь мимо где-то по деревне какой-то, едешь там по селу. Видишь там палисадники, где-то там солнышко где-то сделано, где-то какие-то лебеди, где-то еще что-то. А у меня этого нет. Как-то захотелось тоже, чтобы у меня такое было. Начал в интернет, залез, как там оно все делается и начал у себя делать. Иван Михайлович пытается делать свои подделки так, чтобы нигде больше ничего подобного нельзя было встретить. Недавно специально для ворот своего дома он смастерил забавную композицию. Человечек такой наполовину выглядывает и из-за забора, и так рукавицы висят на заборе. Или как вроде, как сторож, не сторож там был. Ну вот бабушки садятся иной раз на лавочку там и здороваются с ним. Они думают, что это человек, ну хозяин думает, может на меня там, в глазах уже зрение не важно. Здравствуйте. Он говорит, а он молчит. Здравствуйте опять, говорит, а он молчит. А потом поворачивается, вот, ну, заругается, елки-палки, а ну там это подделка сделана. В селе и не подозревают о том, что живут по соседству с чемпионом мира. Иван Михайлович очень скромный и особо не распространяется об этом. В родной для гиревика Николаевской школе узнали о том, что Бутрий добился таких высоких результатов случайно от внука чемпиона мира. Очень горжусь, что моя девушка чемпиона мира. Теперь его приглашают на внеклассные уроки, где спортсмен рассказывает школьникам о своем пути к успеху. Мы гордимся тем, что это наш выпускник стал чемпионом мира. Мы до этого, мы и сами не знали, что он занимается спортом. Гиревик делится с ребятами своим опытом, который является ярким подтверждением того, что для спортсмена не существует непреодолимых трудностей. Это будет смешно выглядеть, но когда мне привезли с травмой, у меня был пролом 6 на 4 метра кости. Да, у меня там стоит пластина вместо кости. 6 на 4, представляете, это какое отверстие. И когда мне ездили на операцию, я у профессора, который сжигал там, Виталий Владимирович, у меня вопрос к нему был, я смогу заниматься после этой травмы гирями или нет. У него глаза были по 5 копеек. Он просто в шоке был. А он говорит, а зачем? Потому что я фанат этого спорта, я не могу без него. И если вы сейчас скажете, давайте так, давайте я вам сделаю все возможное, а потом по состоянию здоровья. Ну, спасибо ему большое, он сделал все возможное, может и невозможно. Свои рассказы спортсмен подкрепляет показательными выступлениями. Демонстрирует ребятам различные способы поднятия гири, в том числе и в новом для себя направлении – поднятии гири сидя. Это упражнение Бутрий начал выполнять только пару лет назад. Два года подряд нас возили в Ужгород, как регрессные фонды, и там собирали в Ужгороде со всех областей Украины. 24 области. В том году были, в этом году тоже. Ну, там поднимали 16, там тоже гиря есть. 16 килограмм поднимали сидя. Ну, как бы это, конечно, непривычно сидя поднимать 16 килограмм, неудобно. В том году я ее поднял 100, 170 раз. В этом году я поднял 250 раз сидя. Но это не лучший результат, потому что надо еще наращивать. У меня есть постоянный один соперник, он с Павлограда. Дедушка, 65 лет. Вот он делает всех. У него результаты. Но он тоже является неоднократным чемпионом мира и Украины. Ну, в своей же весовой категории. Это просто, ну, таких людей очень мало. Ну, есть такие люди. Мне приятно, что у меня есть такой товарищ. И он поднял, конечно, я 250, он поднял за 10 минут 430. Это просто ошеломляюще. Это просто, это что-то там. Ну, шокер. Ну, 250 много, но это вообще. Ну, я надеюсь, на следующий год я его хочу сделать. История обычного сельского жителя, который своим упорством и целеустремленностью сумел проложить себе путь в большой спорт, впечатляет ребят. И многим из них тоже хочется попробовать себя в поднятии гири. Я ни разу так не общалась с такими великими людьми, да, спортсменами. Очень интересно было. А когда я вот пробовала, тоже очень тяжело, но ничего, это только первый раз. Мне было очень интересно, вот, сколько он поднимет. Ну, вот, очень он много поднимет. Ну, поднял, вот, буду пытаться тоже столько поднимать. Было сложно, да. Это, я первый раз поднял гири. Мне очень понравилось. Я думаю, что буду заниматься. А почему понравилось? Что заинтересовало? Ну, как и качать ноги, как и... Ну, этого не передача. Бутрий с удовольствием показывает выстроившимся в очередь ребятам, как правильно выполнять упражнения. Он не исключает, что когда-нибудь займется тренерской деятельностью и будет воспитывать новых чемпионов мира. Я готов поделиться. И мне хотелось бы, чтобы были какие-то последователи, чтобы занимались зверевым спортом, занимались призовые места. Это очень приятно, когда ты знаешь, что ты воспитал будущего чемпиона. Конечно, возникает. Если заинтересуется, так сказать, школа или вообще кто-то, я рад поделиться и рассказать все то, что знаю я. Как истинному фанату гиревого спорта, Бутрию мало одного титула чемпиона мира. Я хочу быть еще чемпионом мира. Ну, будет он проходить уже, в принципе, известно. Это будет на следующий год проходить в Италии, в Турине. И будет проходить чемпионат Европы, Европы, Португалии. Это весной будет проходить. Рекорды, достижения и победы. Иван Бутрий уверен, то, что кажется невозможным, на самом деле по силам воплотить в реальность, если верить в себя и действительно этого хотеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин